Сегодня оздоровительный лагерь «Горный» стал центром проведения игр доброй воли среди воспитанников и преподавателей краевой летней школы. Интеллектуалам пришлось соревноваться в спортивных дисциплинах, чтобы, как говорят организаторы, разгрузить мозг. Что у них из этого получилось, расскажем прямо сейчас. Минус! Косинус! Минус! Косинус! Косинус! Минус! Косинус! Косинус! Минус! Косинус! И вот уже несколько лет подряд приезжают сюда, в загородный оздоровительный лагерь «Орбита», чтобы не только помериться в интеллектуальных баталиях, но и узнать что-то новое, ведь каждый из них, по сути, уникален. Но сегодня не книжки и доклады в багаже у воспитанников летней школы, а спортинвентарь и хорошая физическая подготовка. Однако ребята не забывают сегодня о своей первоначальной цели. Я приезжаю уже четвертый год, потому что мне очень нравится развивать свою эрудицию здесь. Я сначала занималась на одном направлении, теперь я на филологии. И Калыша – это то место, которое развивает в тебе не только дух и большое количество знаний, но и учит тебя взаимодействовать с социумом и наравне вместе с большими людьми познавать такие истины, которые невозможно наблюдать в обычной жизни. Калыша – это такое место, где каждый может найти для себя возможности какие-либо и интересы. То есть здесь и учеба, и общение, потому что все люди проходят отбор, и ты попадаешь в действительно хорошее окружение, а окружение, оно формирует сознание. Также здесь очень хорошие преподаватели из всех ведущих вузов страны, даже преподают студенты, преподают практики, это все тоже очень полезно. В этом году Красноярская летняя школа отмечает свой 40-летний юбилей и готова на практике доказывать свою состоятельность как площадки для будущих ученых и первооткрывателей. Ну, ежегодно игры отличаются танцем. Идея одна, идея не нова, и она одна, и в общем она магистральная, и самое важное. Мероприятие, соревнования между школьниками и сотрудниками. У нас 5 лет, а может? Порядка 25 лет уже проводится это мероприятие. Это очень хорошая разгрузка для мозгов. Мы здесь очень интенсивно, мы со своей стороны педагогический труд представляем, школьники интеллектуально-принимательная сторона, и, собственно говоря, обязательно нужна разгрузка. И вот таким образом мы проводим вот это мероприятие, когда единение такое происходит между школьниками и сотрудниками. Ну, вроде бы казалось, разъединяя две команды, школьники против сотрудников, мы вот, в общем-то, сливаем всех в едином порыве спортивном. Стоит отметить, что каждый год школа расширяет зону своей деятельности. Так, в этом году среди собравшихся школьники из Хаттанги и Дудинки. Но сегодня главным для ребят были именно игры доброй воли. Среди традиционных дисциплин, таких как футбол и волейбол, в числе соревновательных, к примеру, есть интеллектуальная игра «Крокодил» или «Флип-лап» – бросание тапок в длину. Всего порядка 10 штук. Как говорят сами участники, победа здесь не главная. Главная возможность, объединив усилия, достичь чего-то большего, чем простой отдых. И, конечно же, встретить побольше новых друзей. Станислав Катунин, Сергей Чурин, «Кромов Стас».